Второй вопрос, который нам сегодня предстоит обсудить, является взаимоотношение с нашими соседями и прежде всего с Польшей. По правде говоря, наши политические контакты с этой страной никогда не были идеальны. Но мы в силу своего характера, менталитета, долго мирились с отдельными выпадами и обвинениями в свой адрес, старались найти компромисс, проявляли гибкость, понимание. Мы исходили из того, что соседи не выбирают, и они действительно все важны для нас. Но оказалось, эти конструктивные подходы в Варшаве воспринимают как слабость. Декларируемая еще в июне прошлого года готовность польской страны идти нам навстречу по целому ряду направлений, сменилась обвинениями в фальсификации выборов, поддержкой наших нынешних беглых и их компаний, представлением убежища беглым предателям и экстремистам, экстремистским интернет-ресурсам. А потом дело дошло до санкций. Представьте, в июне они нам пели песни, приятные для слуха, и в то же время, мы же это уже сегодня знаем, через спецслужбы и другие структуры, да и в политике, вели другую игру, двойную игру. Последней каплей, которая переполнена чашу терпения, стали неприкрытые попытки героизации бандитов и военных преступников. Приведение с этой целью мероприятий для белорусской молодежи в Бресте, да и в Гродно, участие деструктивной группы этнических поляков под руководством отдельных деятелей так называемой польской эмиграции, несанкционированной акции в Гродно. Брест, Гродно, известное событие. Обращаю внимание, что весь этот шабаш проходит год в 80-летие с начала Великой Отечественной войны в стране, которая потеряла третью часть населения. Причем особенно усердствует героизация бандитов армии Краевой, стремительно теряющая поддержку в обществе, консервативная партия политиканов. То есть это внутренняя проблема уже Польши. Законную реакцию правоохранительных органов на противоправную деятельность некоторых граждан в Беларуси называющих себя поляками, в Варшаве считают притеснением польского национального меньшинства. Но почему-то у нас отдельные лица вспоминают о своих национальных корнях только тогда, когда приступают к закону, а не когда нужно сделать что-то полезное для государства, гражданами которого они являются. Неважно, кто они – поляки, белорусы, русские, евреи или украинцы. Мы всегда ответственно подходили к соблюдению прав всех национальных меньшинств и гордимся межэтническим миром в своей стране. Так оно будет и всегда. И религиозный, и межэтнический мир в Беларуси будет сохранен во что бы то ни стало. Никто нас не толкнет на противоборство поляков с белорусами или с русскими. Более того, с польским народом белорусов объединяет многовековая история. У нас нет неурегулированных территориальных и имущественных претензий друг к другу. Мы никогда не вспоминали об оккупации Польши и значительной части белорусской территории в 20-е, 30-е годы прошлого века. Но, видимо, пришло время вернуться к этой теме и детально исследовать ее с привлечением историков и политологов, что уже, кстати, мы начали делать. И еще раз хочу подчеркнуть, там многие поднимают вот этот польский вопрос, поляки, притеснения. Еще раз хочу повторить руководству Польши. Да, у нас немало проживает поляков, но это наши поляки. Их родина Беларусь. Они здесь жили, их дети живут и будут жить. Кто хочет выехать? Мы никого не держали и держать не собираемся. Но те, кто живут у нас, граждане Беларуси, это наши поляки, это наши русские, наши украинцы, наши евреи. Их так надо воспринимать, как я их воспринимаю, как воспринимают все граждане нашей страны.